И подсунули ему Матильду Кшесинскую, надо было где-то встречаться. Вот, соответственно, мальчика на деньги Никки купила этот особняк. Вы французский? Да. Да? Не французский, как вы. А, из Африки? Да, да. Нельзя? Желательно не приходить. А что случится, если мы придем? Пляшут огненные бедра проститутки площадной. И коррупция, да? Да, вообще, я спал. Можно? Можно. Поехали. Поехали, давай. Что? Высокотехнологичная система вытяжки. И, как вы говорите, и так далее. Стих. Белой ночью месяц красный выплывает в синеве. Бродит призрично прекрасный, отражается в неве. Мне провидится и снится исполнение тайных дум. Вас ли добрая таится красный месяц, тихий шум? Красный месяц, тихий шум. Подходите к нам. У вас такая прекрасная красная шляпа, да? Видите? А я с такой красной, да. Что вас заинтересовало? Ну, поэзия Блока. Поэзия Блока. Вот как приятно, что вы знаете, что это Блок. Вы из Петербурга? Я из музея Блока. А, вы из музея Блока. Ну, мы бы даже к вам зашли, ну, к вам, чтобы согласовать у вас. Нет, ну, я не вижу, что я там работаю. Просто сегодня меня как-то... Как-то заблочила. 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 Это хорошее состояние. Вот видите, как меня заблочила сегодня. Да. Да. Какое ваше любимое стихотворение у Блока? Когда вы стоите на моем пути, такая живая и такая красивая, такая измученная, думаете о печальном, говорите о смерти и никого не любите, разве я обижу вас? О, нет, я не насильник, я поэт, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка и так далее. Я вся такая внезапная, вся такая прощающая, нам скажут, что мы это все подстроили. Ладно, спасибо вам большое. Конечно. А я продолжаю. Видите, это Питер, детка. Стоишь, цитируешь Блока и ба-бах. Блещут искристые гривы золотых, как жар коней, мчатся бешеные дивы жадных облачных грудей. Красный дворник плещет ведра с пьяно-алую водой, пляшут огненные бедра проститутки площадной. Заметьте, это не переспор проституток, а блок. Ну и, наконец, сегодня безобразно повисли складки рубашки. На всем был серый постылый налет. Углами торчала мебель, валялись окурки бумажки. Всех ужасней в комнате был красный комод. В общем, все красное. Все красное, прекрасное, и поэтому я красный. А если спросить неожиданно, кто ты и сколько тебе предстоит еще дел, узнаем, что в поисках новой работы ты точно как перец давно покраснел. Впереди вас ждет рассказ о том, как Александр Блок в 1917 году сменил профессию. Чем он занимался, поверьте мне, вас немало удивит. Но это говорит о том, что поиск себя на профессиональном поприще актуален во все времена, а учиться ради такого никогда не поздно. И пока вы наблюдаете отрывки моей экскурсии по проходным дворам Петроградки мимо кочегарки Цоя и первого техноклуба в России «Тоннель», хочу поделиться своим опытом работы в интернет-рекламе, когда наше агентство постоянно испытывало дефицит кадров, таких, которые бы приходили и знали, что, где и как им искать. Например, если я находил толкового продакт-менеджера, то испытывал начальнический оргазм. Потому что на самом деле до сих пор мало кто понимает, чем должен заниматься этот человек и какова его зона ответственности. А если он еще в состоянии работать удаленно, то цены ему нет. И я вас уверяю, что данные специалисты востребованы сейчас в огромном количестве компаний, можно даже не гуглить, я просто знаю это из общения со своими бывшими коллегами. Это же относится и к системному аналитику, и к финансовому менеджеру. То есть к тем позициям, где зарплата может начинаться от 100 тысяч рублей в месяц. Чтобы овладеть нужными знаниями и навыками, которые помогут вам при трудоустройстве, вы можете пройти курсы онлайн школы Product Life от Mail Group. Программа включает теорию и практику, поддержку опытных наставников, помощь при трудоустройстве. К некоторым из них есть подарки. Например, при выборе курса «Системный аналитик» дарят курс по языку Python, или как у нас его принято называть, Python. А на курсе «Финансовый менеджер» бесплатное дополнение по Power BI и XL. Если вы хотите отучиться с 45% скидкой, то при переходе по ссылке, которую я укажу внизу, вводите промокод «Перец». Он будет действовать до конца сентября. А мы возвращаемся к Александру Блоку, Нике и Малечке, князю Цусимскому и прочим героям. И хочу сказать, что вас ждет такой же закадровый поход в саму квартиру поэта. Можно, конечно, сказать, что я петух. Но можно сказать, на самом деле, что я не петух, а пеутух. Да, это на самом деле фамилия отчима Блока. Александр Блоку, о котором мы сегодня будем много говорить. У меня вот очередная книжка в руках этой серии вот эти все замечательные люди в Ленинграде, Петрограде, Петербурге и так далее. Мы находимся на углу Английского проспекта и, соответственно, проспекта Декабристов. Когда-то Офицерской улицы, на самом деле. А Английский проспект в советское время назывался проспектом Маклина. Маклина, наверное, правильно сказать. И мы с вами отправляемся к набережной реки Пряжки. Если я вам вот начну, знаете, как я всегда здесь в экскурсии, когда начинаю, ночь, улица, фонарь и говорю, продолжите. И все как один. Аптека. Да, но на самом деле ведь есть еще одна фраза, которую вы все прекрасно знаете, но немногие догадываются, что она принадлежит Блоку. Она звучит как покой нам только снится. Да, это тоже он на самом деле. И Александр Блок это такая самая настоящая рок-звезда Серебряного века. Ну, в то время не было у нас там вот этого, как мы сейчас вот ехали, слушали замечательную Pretty Reckless. I've never been good enough. Отличная песня. Вот этого всего не было, но были свои рок-звезды, это были поэты. Поэты и вот Александр Блок, который на секундочку вообще-то родился в семье Бикетовых, а потом, об этом углу говорить, женился на Любови Менделеевой. То есть все его окружение, несмотря на научную такую атмосферу, тем не менее подталкивало к тому, чтобы он стал творцом, поскольку и мать его была достаточно артистичная, музыкальная. Ну и вообще, как бы вот эта научная среда, она всегда была склонна к тому, чтобы коммуницировать всяким разным образом с творческими личностями из художественного мира. У него была, конечно, очень такая интересная судьба уже с самого начала, потому что папа у него был. Тут есть фотографии, кстати. Ну, они маленькие, но тем не менее. Вот папа, отец поэта, вот мама. Родился он на самом деле в ректорском доме. Ну, это надо, конечно, показывать там, где университет у нас находится. И папа очень был у него странный, конечно. Он маму третировал довольно серьезно. Ну, то есть, например, если она играла на пианине и не попадала в ноты, он мог, не знаю, кинуть в нее чем-нибудь, обругать, да. Так обычно жестокие преподаватели в консерваториях делают. А точно говорить неправильно? Да. На пианине? Конечно, правильно. На пианине, на гитарке, на ложить. Как бы это же по-нашему, по-питерски. Нет, так говорить неправильно. Вы что, охренели, что я, ребята? Что я им такого сделал? Или вы решили, что я такой красненький, как и вы? Или что? В чем проблема? У меня хлеб хлеба. Да вот у вас хлеб паляется, а. Крысы летучие. Значит, первый ребенок у нее умер. Поэтому она, конечно, трагедия для молодой женщины, поэтому она к блоку испытывала просто какую-то несусветную, плохо так сказать, да, несусветную любовь материнская. Здесь, конечно, моралисты могут встрять, поэтому нет. Мы это вычеркиваем, да, этого не было. Ну, в общем, действительно, она его до конца жизни называла деточка. Деточке там уже 20 с чем-то лет, но он все деточка. Да, ну вот здесь, видите, висит мемориальная доска, что в этом доме жил с 6 августа 1912 года и умер с 7 августа 1921 года Александр Блок. Про обстоятельства, конечно, его жизни и смерти тут не сказано, но об этом скажу пару слов я. Значит, вот этот мост назывался мост вздохов, потому что Блок вот из окна его квартиры смотрел на него и виделось возможных почитательниц, которые приходили сюда и вздыхали, смотрели. Время было такое, когда, в общем-то, всем было известно, кто где живет. Были адресные книги, вот, например, выпускались они в издательстве Суворина, и они есть в интернете, их можно найти до сих пор и посмотреть. Я вот так делал, когда как раз искал местоположение гостиницы Бристоль, где Максимилиан Швейцер взорвал себя. Но об этом у меня было в предыдущем выпуске. Мы с вами прервемся ненадолго, чтобы перенестись в квартиру Блока. Обстановка сохранилась не полностью, часть мебели принадлежала родственникам. Это кабинет поэта, который поразил Корнея Чуковского своим уютом, который так не вязался с бездомностью и катастрофой личности самого Блока. А в окне мы можем видеть речку Пряжку и тот самый мост вздохов. На рабочем столе милая пепельница в виде фаянсовой фигурки таксы. Сам рабочий стол достался Блоку от бабушки Елизаветы Григорьевны Бикетовой, писательницы и переводчицы. Собственно, как и книжные шкафы, тоже из Бикетовского дома. Библиотеку Блока после 17-го года пытались реквизировать, но он ее отстоял. Далее идет столовая, где по правой стене висит рисунок рыбий щенок, который был подарен Любови Дмитриевне художницей Татьяной Гиппиус. Она была сестрой поэтессы Зинаиды Гиппиус. С левой стороны портрет Любови Менделеевой, написанный летом 1903 года ее матерью. А еще левее эскиз Добужинского – это декорация двор-замка, к неосуществленному спектаклю, который должен был быть поставлен Станиславским. Он, кстати, бывал в этой столовой. Еда едой, но, как вспоминала Любовь Дмитриевна, здесь не бывало вульгарно-житейских или тем более хозяйственных разговоров. У нас зачастую обеденный разговор – это целый диспут Александра Александровича с кем-нибудь из друзей или случайным гостем. Казалось бы, немыслимое времяпрепровождение – пяти-шести часовый разговор на отвлеченную тему, но эти разговоры творческие. Не только собеседник, но и сам блог часто находил в них уточнение мыслей, новой прорывы и назревающей темы. Это спальня, где помимо металлической кровати был потяной шкаф, комод, умывальный стол. А эта мебель, которая находится сейчас, принадлежала в основном бикетовым. Комната Любови Дмитриевной. Блог писал ночью из комнаты. Люба до меня доносится. «Что тебе за охота мучить меня?» Я иду с надеждой, что она сама с собой обо мне оказывается роль. Любовь Менделеева была актрисой и разучивала свои роли перед большим зеркалом. Никакого вам пианино. В нормальном доме всегда должен был стоять рояль. Здесь была собрана богатая коллекция платков и шалей, которые собирала Менделеева, чтобы изучать историю костюма, но она практически вся была продана в годы революции. На стене, кстати, копия полотна Рембрандта «Портрет польского аристократа». Эту картину продали большевики. Я наблюдал ее в Национальной галерее Вашингтона, где помимо этой картины висят еще несколько, которые точно также были проданы из Эрмитажа. Это пик актерской карьеры Любови Дмитриевной. Афиша, извещающая о бенефисе, состоявшемся летом 1912 года, когда она играла в труппе Всеволода Мейерхольда. Люба Менделеева была обестуживкой, окончила эти курсы по историко-филологическому отделению и с юных лет мечтала быть актрисой. В имение своего отца Боблова устраивались любительские спектакли, в которых она принимала участие вместе со своим будущим мужем. Кстати, из записок блока мы можем судить о ценах на квартиры в Древолюционном Петербурге. Вот он писал. «Я вдруг решил искать себе отдельную квартиру. Об этом мы давно говорили с Любой. Это в 1911 году он матери сообщает. Пошел и сразу нашел на восьмой линии угол набережной дверь в дверь с моим массажистом. Три меблированных комнаты с ванной и телефоном. Для одинокого 55 рублей. Грязноватая хозяйка-купчиха старая. Есть должны носить из ресторана в том же доме. Я решил отложить решение». До этого на Петроградке он нашел 4-комнатную квартиру с удобствами, плюс комната для прислуги. И она стоила 55 рублей в месяц. Это, надо сказать, было чуть больше, чем дофига, потому что на тот момент литературный заработок блока в среднем составлял 50-100 рублей в месяц. Очень удобная музейная система с визажными ящичками. Мы потом пошли в музей-квартиру Римского Корсакова. Там были такие же шкафы. Мы стали выдвигать эти ящички. И тут же подскочила смотрительница и сказала, что «Не трогайте! Что вы? Что вы трогаете? Не трогайте! Это не для вас!» Ну, в общем, в каждой избушке свои погремушки. Вот вам, кстати, санитарно-гигиенические условия Петербурга. Рядом висит френч Александра Блока. Тут, кстати, можно процитировать его записные книжки. Комиссия в самом определении своем носит понятие чрезвычайности, поэтому и отчет ее должен быть чрезвычайным. Это про ЧК по расследованию противозаконной деятельности царских министров, куда Блок устроился работать литературным редактором, чтобы не прослыть дезертиром. Об этом речь пойдет далее. По поводу этого периода у Блока есть цитата, которая очень напоминает цитату профессора Преображенского про советские газеты. «Печать всего мира, газетная, страшный бич. Мы никогда не читали и не прочтем ни слова правды. Все можно только самостоятельно видеть». Так Блок писал матери, анализируя то, что он читал в прессе, с тем, что он узнавал в ЧК. Также Блок, как поэт, предчувствовал грядущее еще в 1916 году. «Вся современная жизнь людей», — писал он в письме к родственнице, «есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки. Ужас надолго непоправимый. Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина может быть на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно». А в передней висит телефон, известен его номер 612-00. Иногда Блок, чтобы его не беспокоили, снимал трубку, вешал ее на стену. Вот, например, он писал «Весь день тружусь над стихами, потею, лишаюсь сил, завираюсь. Трубка снята». С правой стороны в передней находится кофр, с которым Блоки путешествовали. Ну а при входе звонок, который действовал по очень простому принципу. Это колокольчик, который звонил, если потянуть с обратной стороны. Кстати, не только Блок в 16-м году чувствовал, что грядет тотальный обздец. Вспомните хотя бы облако в штанах Маяковского, где глаз людей обрывается куцей, главой голодных орд. В терновом венке революции грядет 16-й год. Эти люди все понимали, но ничего не могли с этим сделать. Это парадная лестница, по которой поднималась чистая публика, а, скажем, дрова носили с черной лестницы. До революции этим занимался дворник, а после самому поэту пришлось таскать поленье. Случалось ломать баржи и напряжки. Если дров не хватало, жгли мебель. Так однажды под Новый год Блок сжег громоздкую медилевскую конторку красного дерева, которая кочевала с ним из квартиры в квартиру до этого. Блок выбрал этот угловой дом осенью 1911 года, поскольку его мать вместе с отчимом поселилась здесь же неподалеку, на Офицерской, то есть на Дегабристов, в доме номер 40. Как мы видим, неразрывная связь между матерью и сыном сохранялась на протяжении всей его жизни. В этот период у поэта случился еще один роман с оперной певицей Любовью Андреевой Дель Мас. Очень интересно, как она описала его внешность после первого свидания. «Весь облик меня поразил. Блондин, здоровый цвет лица, высокий прекрасный лоб, пепельные кудри с золотым оттенком, смело очерченный замкнутый рот. Очень красивый. Глаза лиловые васильки, подернутые мечтательной грустью, с большим любопытством и жадностью рассматривающей меня. Волевое умное выражение его лица и далее всегда было зорким, будто видел он человеческую душу». Ну, Блок, естественно, как поэт, видел не только человеческую душу, но и предчувствовал катастрофу, когда с лестницы будет убран парадный ковер. Вы только что видели, чем он крепился к ступенькам. Исчезнет швейцар, который следил за тем, чтобы вот эта печь в холодное время года всегда топилось, и все, кто входил в парадный подъезд, попадали в тепло, а не в лютый холод. В общем, пропал Колобуховский дом, только в данном случае не Колобуховский дом, а Петровский. Он принадлежал детям купца первой гильдии Петровским. После октября 1917 года, согласно устоявшейся традиции, большинство квартир были уплотнены и превратились в жуткие коммуналки. Ну, а мы покидаем этот дом, где когда-то жили солисты и оркестранты Мариинского театра, морские офицеры, чиновники, купцы, и сестры художника Сомова, чтобы продолжить нашу проходку далее. Мы с вами заходим как раз вот в этот двор. Кстати, Блок менял адреса. Он вообще родился на Васильевском острове. Потом он довольно долго жил уже с отчимом в казармах на Петроградке, тогда на Петербургской стороне. Да, так вот, соответственно, у родителей как-то у них не сложилось. И даже когда Блок начал писать стихи, он послал вот своему родному отцу свои первые вирши, а тот написал ему такие, знаете, он ему посылал деньги сыну, и вот вместе с деньгами он прислал ему такую замечательную, видите, как обычно, раздербаненную систему 8.9, 82, 11, 12, 13. Это следствие перепланировки уже советской, когда вот эти квартиры с двумя входами были попилены. Значит, спасибо за присыланную книгу со стихами о прекрасной даме. Глядя в нее, все видят фигу и чувствуют себя в бедламе. Вот он, ну, высокий штиль, конечно, ну как мог, но этим он, конечно, сильно Александра Блока обидел, своего сыночка. Но, тем не менее, и он жил у нас и на Петроградке, и потом он жил вот на Лахтинской, дом 3, и потом он жил на Галерной. И, в общем, вот сюда они на самом деле переехали, потому что у Блока была удивительная семейная история. Он со своей Любочкой был знаком с детства. Ну, мало того, что они там жили в Невьере, потом они разъехались, но у них вот Боблова и Шахматова, их менее, были рядом. Мы с вами заходим в очередной двор. Я буду перерываться, естественно, да. Тут у нас... Смотри, меня перезаблочила. Можно я вас щелкну? Перезаблочила? Да, потому что у меня подруги вообще такие. Ну, давайте. И стихотворение-то, скажите, которое вы там читали. Ну, давайте другое прочитаю. Ну, дайте, я сейчас просто на фото... Я вам прочитаю рок-хит начала 20 века, вы его знаете. Ну, давайте. По вечерам над ресторанами, горячий воздух дико глух... Подождите, я не буду... Сначала нужно, а то это... Ну, корень, за секунду. По вечерам над ресторанами, горячий воздух дико глух, и правят окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Долина от пыли переулочной, на скук и загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. И, как вы говорите, и так далее. Ну, что, нам тоже надо заниматься делами, простите. У вас студия какая-то, да? Нет, ну, у нас процесс, просто как бы... Там где-то в интернете? В интернете, наберите Павел Перец, все найдете. Павел Перец. Очень легко запомнить. Я уверен, что вы легко запомните. Был бы Абдурахман Шахамбаров, то тут было бы сложнее. Да, вот, все, все, да, все для вас. Да, значит, здесь у нас сохранились вот эти вот старые конюшеные сараи, а там прямо гараж. Там же гараж, да, у вас? Да. Вот, здесь у нас были целые спектакли, на самом деле. Тут водил несколько раз группу, и мне, значит, оттуда приветствовали. Павел, привет. Здесь, значит, мужик нам рассказывал, как он воевал с музеем Новороссии. Тут реально был музей Новороссии. Да, на фонтанке писали про какую-то стычку, значит, охранник пошел за сигаретами, вписался в драку, в общем, жесть, труба и коррупция. Но, тем не менее, вот здесь вот есть такое чудесное дерево. Вот, посмотрите, труба какая дивная. Обалденная дивная труба. И вот она, деревянный прямо вот, ну, сарайчик, как в деревне. Ну, а здесь мы, так сказать, благословим людей, которые живут за этими прекрасными окнами. Да, в общем, они общались. Блог, кстати, в детстве был журналистом. Он издавал, да, журнал в одном экземпляре. Там, кстати, например, были очень полезные статьи, вот, веяние времени, о том, как вывести блог. Да, вот прикиньте сейчас, в интернете статьи, как вывести блог. Это очень странно будет. Вот, а тогда, да. Ну, вот, и, в общем, короче, он, он в нее влюбился. И вот в этой книжке написаны очень интересные вещи. Он ее провожал через весь город. Иногда она жила, вместе, соответственно, естественно, с Менделеевым, в пробежной палате, там, на Московском проспекте. Как я сделаю, там, видеопроходку, там, напротив, технологка. И он иногда, вот это мне очень нравится, потрясающая красота, геометрия Петербурга и все такое прочее. Они иногда ходили вместе, а иногда он ее провожал. Она не знала об этом, а он шел за ней. Да, и вот он как-то там представлял себе что-то. Ну, в общем, такой был человек поэтического склада. И, в общем, короче, он ухаживал, ухаживал, ухаживал за ней. Они встречались. Более того, они сняли даже комнату, там, рядом, с технологкой, просто для себя, в мебелированных комнатах, где тоже встречались. И он сделал предложение и купил пистолет. То есть он решил, что если она ему откажет, он застрелится, да. Смотрите, какая тоже высокотехнологичная система вытяжки, да, из канализационных труб сделана. Но главное, что работает. И когда в итоге все, она ему ответила согласием, он сказал, что ничего не будет, будут только стихии. Под ничего не будет, подразумевается, что, ну, попросту говоря, не будет секса. И это при том, что у него до этого был роман вот с этой женщиной. Я вам сейчас ее покажу. Ну, вот это, соответственно, они со своей прекрасной дамой. А вот, а это Садовская, которая была старше блока на 20 с чем-то лет. И он писал ей тоже всевозможные восторженные стихи. И ходил к ней в роты бывшие, а нынче это красноармейские улицы. Дом этот не сохранился, значит, там вздыхал и прочее. И параллельно с этим он ухаживал за своей будущей женой Львовью Менделеевой. И, в общем, ну, как бы так. Значит, естественно, мать его знала про этот первый роман. Она во всем винила вот эту вот... Они были практически ровесницей. Садовская с ее матерью. Она знала про этот роман, она во всем винила эту страшную совратительницу, что она ее дититку совратила. Да. В общем, короче, блог прервал с ней общение вот буквально перед свадьбой. И вот это вот отсутствие секса, как бы, это очень странно на самом деле. Потому что, ну, красивая молодая девушка. Естественно, ей хочется нормальной семейной жизни. Нет, стихи это прекрасно. Прекрасная дама это прекрасно. Извините за тавтологию. Но, как бы, в конце концов, ну, а дети там и все такое прочее. Как с этим быть? Мы сейчас прервемся. Значит, вот эта река Пряжка, а вот там вот, может быть, видна такая часовинка. Вот там в конце такая. И за ней находится психбольница бывшая. Там располагалась в свое время тюрьма, значит, тюремная больница. Из-за этой тюрьмы Евстолия Павловна Рогозинникова бежала в 1906 году. У меня есть отдельная об этом лекция. Там был разыгран, ну, здесь смотрите, какая прекрасная перспективка. Разыгран целый спектакль. Она, значит, сначала в тюрьме из себя состроила психбольную, потом продолжала этим заниматься там, при том, что она была талантливая пианистка, училась в консерватории, бла-бла-бла. Кличка у нее была, естественно, раз она есть в Толе, как вы думаете, какая? Толя или Медвежонок. И, в общем, там был целый детектив с попыткой усыпить с помощью конфет медработников. И у нее это удалось. И она вместо того, чтобы после этого... Ну, она вообще попала в тюрьму в результате облавы. Вместо того, чтобы уехать за границу, она вступила в северный боевой отряд. Видите, очередная притаилась у нас здесь вент шахты от бомбоубежища. Не последняя, кстати, на нашем маршруте, я так предполагаю. Она в 1027 году пришла на Греческий проспект в тюремное управление, застрелила там Максимовского, который, собственно, был главным тюремщиком. А этот Максимовский, на самом деле, был одним из главных людей в деле евангелического движения в России. И она, когда ее судили, она в конце сказала такую речь, что я это сделала исключительно из любви к людям, и что, соответственно, ради этого не грех и пострадать. В общем, очередной вот такой замес древолюционного терроризма, когда молодые экзальтированные барышни ходили, убивали людей, причем зачастую тех, которые, ну, в общем-то, наверное, этого и абсолютно не заслуживают. Фактически убило божьего человека. Здесь у нас, к сожалению, к счастью для людей и, к сожалению, для нас, потому что они, конечно, правильно сделали, что закрыли, но туда можно пролезть. Вот очередной у нас двор. Двор-колодец. Вот такой достаточно обширный. Хотя я тут недавно водил, значит, экскурсию, и девушки поплохело, прикиньте. Ну, то есть, клоустрофобия, это не шутки, это действительно есть. Значит, вот этот дом, который, видите, с таким огромным количеством этих лифтовых шахт, это образцовый жилой дом для рабочего и нуждающего населения. Первый вообще в нашем городе. И вот у нас есть такой исследователь, Зуев Георгий Иванович, у него есть книжка «Дома и люди. Офицерские улицы». Правда, там он немножечко, как сказать, да, подсвистывает. Вот у нас что такое. Ну, тут прям живут, на самом деле. Бывшая дворницкая, скорее всего. Это было первое жилое строение такого рода в Петербурге. Возводилось оно на средства общества для улучшения помещений для рабочего и нуждающего населения, которое существовало с 1858 года. То есть, первый образцовый жилой дом специального значения считал 98 квартир, 89 для семейных и 9 для одиноких. Здание было оборудовано по последнему слову «техники». Того времени в каждой квартире смонтирован водопровод. Это, кстати, прорыв для того времени, да? Водопровод и канализация. Жильцы, ты посмотри на это, ты посмотри на это. Это вообще кошмар. Ужас, кошмар и коррупция, да? Вообще, я смотри, можно? Можно. Поехали. Поехали, давай. Что? Рэп, песня, танец? Нет, да, просто. А, просто поехали? Просто поехали. Просто поехали. Ну, мы уже едем, чувак. А ты, блядь, ты злой. Я злой? Фу-фу-фу-фу. Да кому он? Все, иди красный. Я очень доволен. Красный, красный, ты опасный. Красный, красный, ты опасный. О, прямо соседство блока чувствуется, да? Смотри, не перепей только. Иду, 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 иду. Красный, красный, я опасный. Да. Ну, добро пожаловать в город Питер, что там повытер. Мы с вами опять вышли, на самом деле, на английский проспект, хотя я не планировал этого делать, потому что нам бы, вообще-то, выйти вот там. Поэтому, наверное, сейчас зайдем обратно, хоть я и красный, и опасный. Но, видите, мы начинали вот там вот, да? То есть мы могли бы вот здесь вот пройти. Да. Значит, и жители этого города, города, ну, это фактически город, да, могли пользоваться услугами общественной, прачечной и ледником. То есть здесь была прачечная, которая, вот, судя по всему, сохранилась вот там вот. И был отдельный ледник, который, соответственно, уже потом был разобран, потому что в нем необходимость отпала. Да. И вот эта вся история с Евстолией Иргазинниковой, ну, как и с огромным количеством всего остального. Здравствуйте. Вы не знаете, кто там живет? Тут там такая дверь открытая. Это там дворник или же кто там? А что вам надо там? Нам там ничего не надо, я просто спрашиваю. А зачем вы вот в чужой дом-то вообще приходите? Нельзя? Ну, желательно не приходить. А что случится, если мы придем? Ну, что случится? По чужим домам шляться. Мы можем без вас отдохнуть. Ой, извини. Извините, мы просто, я же забыл, мы каждый день сюда ходим и надоедаем вам. Все, больше не будем, я вам клянусь. Как и детское учреждение. Детское учреждение. А что сразу-то было, ни так не сказать? Да, вот все, наконец, вздохнет свободно. Ну, понятно, вот он, видите, несет виноград и сисечку. Сисечку пивную. Сейчас тетеньке будет хорошо. Сейчас не время просто так ходить. Сейчас не время, да, как. Ну, я уже говорил, в Москве мне, так сказать, один охранник, молодой человек, что вам тут надо, я говорю, я просто хожу, смотрю на дома. Сейчас не то время, чтобы просто ходить и смотреть на дома. Понятно, я говорю, спасибо. Зато тут, видите, такие вот, если все, у нас фресочки. Прекрасные во всех отношениях. И наши любимые междумовые щели с такими красивейшими фасадами. Видите, как красиво можно сделать ремонт. Ну, на самом деле, справедливости ради, хочу сказать, что сейчас идет действительно очень такая плотная программа реновации, ну, я имею в виду реставрации фасадов. Вот. Прямая. И мои любимые окна здесь. Значит, сначала вот мы щели эту покажем. И посмотрите, это прямо вот инсталляция. То есть здесь можно какую-то там надпись поместить. То есть можно фотографировать и размещать, как арт-объект. Да, вот это, вот это. Очень красиво. Видите? Как охренеть, блин. Золотая редакция. Да. Ну, вот он у нас Петербург. Причем, видите, это жилые пространства. Там занавесочка. Тук-тук-тук в теремочке живет. Соответственно, это все происходило одновременно с деятельностью Блока. И он на самом деле, он все время не вписывался ни в какие, как бы, рамки. То есть он, например, где он был впервые, где были впервые напечатаны, например, стихи. Он когда первый раз отдал стихи, был такой кружок университетских поэтов. И там тот, кто этот кружок основал, забыл фамилию, Острогорский какой-то. Ну, в общем, такой был достаточно амбициозный человек, который мечтал сделать свою школу. А, блин, мы могли бы здесь пройти, но тогда бы мы эту тетеньку прекрасно не встретили бы. Он вообще сказал, что это не стихи, это вообще, как бы, подредактировал их. Ну, потому что тогда надо было писать про злобу дня и так далее. И в итоге, в первый раз, блог напечатался. Ну-ка, дайте-ка я достану одну книжку. Неплохую, кстати. Пора бы уже начинать. Рассказывайте про это. Впервые блог напечатался в журнале «Новый путь». Он, вот об этом написано вот в этой книге, некий Павел Перец. Не рекомендую вам этого автора, абсолютно убогий. Вот, блог. «Новый путь» издавался Гиппиусу Мережковским. Ну, это была такая попытка вообще нового движения, в принципе, в общественной жизни на религиозной основе. Вот, собственно, это они уже в эмиграции. Они там затевали религиозно-философские собрания. И вот они впервые напечатали эти стихи, при том, что здесь, по-моему, у меня даже здесь есть. За много лет разные редакционные возни, случайного и обязательного чтения начинающих, обещающих малых поэтов. Только однажды было такое впечатление, пришел большой поэт. Это пишет главный редактор Перцов, между прочим. При этом, везде, где блог пытался свои стихи отдавать, ему, конечно, говорили, что, ну, молодой человек, вы как бы извините. Нет, он нам еще понадобится. Здесь у нас есть еще одна прекрасная картина Петербурга. Вот, видите, вот там вдали есть окна. Видите, окна. То есть там угол, это угол, вот он вот такой вот, он реальный. Там в самом конце есть окна. Наверное, там вот такие бабушки и живут, такие радостные. Радостные, приветливые. Не надо ходить тут. Вот лучше пивка на принеси, да, а ходить нам тут не надо. И в итоге у Блока, надо мне обратно достать эту книжку, было несколько романов. Причем один из них с актрисой. То есть он при молодой жене. Один из них вот с актрисой. Здесь она у нас есть. Вот Волохова. Вот это она. При том, что жена лично к ней приехала и сказала, вы сможете принять его так, как приняла его я. Да? Учитесь, девушки, как надо. Да. У самой любой Дмитрины Меделеевой роман с ближайшим приятелем Блока Андреем Белым, который хотел сначала Блока вызвать на дуэль, потом сам хотел застрелиться. И, в общем, потом у нее роман... Ой, посмотри, какая прелесть. Потом у нее роман с актером Довыдовским, от которого... А меня интересовалась тобой. От которого у нее был сын. И она писала, что Саша, прости, пошлость, глупость, но давай оставим с ребенка. И они оставили ребенка. Блок его принял, но он умер. В общем, понимаете, вот такая вот сплошная жесть, тоска и печаль. И Блок, в итоге, прославившись действительно в башне Иванова в 1936 году, забравшись там на подоконник, прочитал свое стихотворение «Незнакомка». Многие проститутки, которые раньше отмечались цветами-камелиями, после этого стали называть себя незнакомками. Говорили, молодой человек, не хотите познакомиться с незнакомкой? И где-то начиная с 2010 года... Вот как ты удачно стал-то, а, чувак? Где-то начиная с 2010 года Блок начал отходить вообще от всех поэтических и прочих движений. Политика его абсолютно никогда не интересовала. И вот последнее, о чем мы можем подумать о Блоке, как отчление чрезвычайной комиссии. У нас ЧК — это, прежде всего, что Держинский, Минжинский и прочее. А на самом деле чрезвычайная комиссия была организована еще временным правительством. И Блок, он же в 2016 году загремел в армию. И он, на самом деле, когда вернулся в Петроград, он хотел, ну, отлынить от армии, ему это все надоело. При том, что он был не на боевом посту, он там был начетчик, по-моему, какой-то. И вот он стал искать какие-то альтернативы, ему предложили должность секретаря в этой чрезвычайной комиссии. Она была организована для того, чтобы выяснить, выявить все преступления нацорской власти, временным правительством. Была организована. То есть они проводили допросы, и нужно было это все как-то систематизировать в нормальную литературную форму. И Блок, соответственно, согласился, и он был секретарем этой ЧК. Я вам сейчас покажу одну фотографию. Вот, смотрите, сидит Блок в военном мундире. А Блок в чрезвычайной следственной комиссии. Фото 17-го года. И это, на самом деле, довольно странно и необычно, потому что, ну, Блок вообще и все эти затеи, это просто абсолютно разные вещи. Ну, вот он там был, он, конечно, называл, ну, матери написал, что это в основном такая шваль. В другом месте он писал, что это большая помойка про всех этих бывших министров. Ну, там он говорил, что среди них есть действительно люди убежденные и сильные, но в основном это вот шваль. Ну, а когда уже пришел октябрь, Блок его, в принципе, принял. Но его в 17-м году арестовали. Да, Луначарский вписался, соответственно, Блок освободили. Потом его начали уплотнять в этой квартире, потом начали уплотнять квартиру матери. В общем, Блок понял, на самом деле, куда ветер дует. Плюс у него, значит, цинга, плюс у него астма, соответственно, сердечная недостаточность. То есть есть нечего на этой почве нервные срывы. Мы за него пытались вписаться, чтобы он отправился за границу, чтобы его там подлечили. Но Меньжинский сказал, что, ну, Блок натура поэтическая и вот какая-нибудь непредвиденная ситуация, и он начнет писать стихи против нас. Вот все время я поражаюсь вот этой боязни сильных мужиков, которые захватили власть, каких-то поэтов. Вот понимаете, сейчас бы эти люди на своих каналах всех бы банили, комментарии бы терли и так далее. Ну, то есть, ну, что это за путь, как бы, такой, ну, вот. Ну, и, в общем, в итоге, такие 6 августа ему разрешили выехать, 7 августа он номер. Ну, и, в общем-то, похороны Блока и смерть Гумилева, они практически означали финал. Да что вы все время встаете-то перед нами, да? Финал Серебряного века. Ну, то есть, он, конечно, оставался в лице там Ахматовой, Гумилева, Мирхольда, который впервые в Комиссаржевской в театре поставил пьесу «Балаганчик», и это был такой программный тоже продукт театральный, да. Но вот всеми, но про их судьбы я не буду рассказывать, там тоже все было нехорошо. Значит, вот здесь у нас есть такое неприметное абсолютно здание, желтенькое. Написано «Зао кондитерская фабрика» имени К. Самойловой. Ну, во-первых, надо начать с того, что вот это здание, вот то здание, это все вот этой кондитерской фабрике принадлежит. Изначально это, конечно, к самой Самойловой-то никакого отношения не имеет, она вообще, не знаю, любила она вообще шоколадки или нет, об этом история умалчивает. Это фабрика Жоржа Бормана или Бармана. Вот в этой книжке, отвратительной во всех отношениях, тоже есть, соответственно, ну вот это вот, это вообще дом Мертенса, но вот на его месте стоял магазин, где был магазин, стоял дом, где был магазин вот этого Жоржа Бормана. Говорили еще про него, что Жорж Борман нос оторван или Жорж Барман насрал в карман. Вот витринка и вот, например, соответственно, конфетки. Жорж Борман насрал в карман, потому что вот эти шоколадки, они как бы, ну, таяли. Не как Менден сейчас, да, тает во рту, а не в штанах. Нет, тогда оно все превращалось в такую массу, напоминающую определенную субстанцию, поэтому так и говорили. Естественно, эту фабрику национализировали. Жоржу Борману сказали спасибо, было ваше, стало наше. И здесь, соответственно, начали производить уже правильные советские сладости. А конкретно вот это желтое здание, оно еще известно тем, что было куплено балериной Кузнецовой в 1870, не помню в каком году, но, собственно, наверное, это и не столь важно. В 1876, да. И она обладела им до 1887 года. Балерина Кузнецова была, пойдем потихонечку туда, любовницей, а потом женой великого князя Константина Николаевича. Константин Николаевич, это у нас брат Александра Второго, сын Николая Первого. Парфирородный князь, то есть он родился тогда, когда Николай Первый уже был царем. И у него была жена Александра Иосифовна, очень красивая, но тупая женщина, которая славилась тем, что проводила всевозможные спиритические сеансы в мраморном дворце. Она магнетизировала Анненко, у меня есть отдельная лекция на эту тему. И он завел вот себе семью, вот видите, какой тут тоже закуток, с потрясающим тоже декором, сейчас я вам покажу. И он говорил, что там у меня, типа, казенная жена, а здесь законная. Видите, как можно сделать номера квартир. Зачем? Ты хочешь, чтобы вот нас вот так вот, тетеньки, говорили, что вы шляетесь по чужим домам? Звоните нам, мы так от вас устали. Отдох, дайте нам отдохнуть, пивка приносите. Да. Ну, это такой полуколодезный экстерьер. Константин Николаевич заложил стойкие традиции жизни с балеринами. Ну, и у него там была история с его сыном Николаем Константиновичем, который там потырил как раз бриллианты, соклады, иконы из мраморного дворца. А потом, когда уже Ники, тюфяк-тюфяком, рос в семье Александра Третьего и его прекрасной супруги, принцессы датской, стало понятно, что с ним надо что-то делать. И вот его брат, Александр Третьего, Владимир Александрович, он сказал, что надо бы познакомить на выпуске балетного училища. И подсунули ему Матильду Кшесинскую, им надо было где-то встречаться. Вот, соответственно, мальчика на деньги Ники купила этот особняк. Она писала о том, что оттуда открывается чудесный вид на сад великого князя Алексея Александровича, про которого мы сегодня тоже будем говорить. Алексей Александрович, это тоже брат Александра Третьего, соответственно. Получается, что он был племянник, да, Константин Николаевич. И мы не знаем, что там было. Ну, то есть, Матильда об этом не писала. У Николая Второго очень сухие об этом сведения в его дневнике. Ну, то есть, я был маленький, приятно повозились. Ну, что такое повозились, мы можем трактовать по-разному. То есть, это может быть и так, и сяк, и наперекосяк. Вот. А потом, я думаю, что пока эти книжки можно убрать, кроме, наверное, блока. В блока мы еще вернемся, блок это вечная тема. А потом, здесь у нас был, да, герцог Лихтенбергский Александр Романовский. Значит, он был сыном, этот герцог Лихтенбергский, уже владел в 16-м году этим особняком. Он был сыном герцога Лихтенбергского, которого звали Георгий. Да. И это был сын Марии Николаевны. У нее было несколько сыновей от Максимилиана Лихтенбергского. Вы все, да, помните, да, усваиваете все. Эту прекрасную систему Романова. Мариинский дворец, соответственно, пойдем туда зайдем, внутрь. Мариинский дворец был построен для Марии Николаевны. Ну, и, соответственно, там вот Максимилиан Лихтенбергский с ней жил. У них было несколько детей. Поговаривали, что часть из них от Строганова, за которого потом органатическим браком вышла. Замуж Марии Николаевны. Нас, конечно, будет интересовать еще один сын Евгений. Потому что это имеет отношение уже к великому князю Алексею Александровичу. Вот вам еще один прекрасный колодез двор. И, если мы пройдем сюда... Вот, примерно, в таком дворе девочки наши и поплохело. Но только там было на улице Марата. Везде открытые двери. Ну, тут дворники, скорее всего, живут. Это общага вообще какая-то. Что у вас там, ребята? Красный петух. Здравствуйте, ребята. У вас тут общежитие или что у вас? Здесь? Нет, это апартамент. Как? Апартамент. Там в полуподвальном помещении самое место апартаментом. Там такие афророссияне обитают. Сюда еще пройдем. Напоминаю, что вот это как раз бывшая дворницкая. Вот, то есть, на самом деле, вот за этим абсолютно неприметным желтым фасадом скрывается целая такая история. Вы посмотрите, какая поразительная стена с такими вообще камушками. Камушками, да. Здесь вот есть та же черная лестница. Ну, на черных лестницах никогда ничего интересного не бывает, как правило. Да. Собственно, как и здесь. О, а вот, собственно, вот диапартамент находится. Привет. Привет. О, летоан. Вы французский? Да. Да? Ну, не французский, а кунголец. А, из Африки? Да, да. Так что учите географию, в отличие от меня. Ну, вот, французский язык где может пригодиться? В питерском дворе, в подвале, откуда выходит афророссиянин в военной форме и говорит, что он из Конга. Ой, божечки, надо, конечно, практиковать французский, потому что, блин, да, вылетает все, к сожалению. Ну, я периодически, конечно, посматриваю фильмы на французском, но это не то, конечно. Английский у меня немножко получше, а вот французским, да, биде. Ну, так а что теперь, как бы, не знаю, куда теперь поедешь-то далее по французской теме. Итак, напоминаю, значит, Константин Николаевич со своей балериной Кузнецовой, его брат Николай Николаевич-старший точно так же жил с балериной Числовой, я сделаю потом отдельный маршрут в районе Благовещенской площади. Затем Никис Малий, ну и потом, соответственно, герцог Лихтенбергский, седьмой, нет, мы идем вот туда. Отсюда, кстати, вот там вот в конце видна вот эта часовня, да, в которой сын второго сына Марии Николаевны. Нас больше будет интересовать, конечно, Евгений, Евгений Лихтенбергский, следующий сын Марии Николаевны. Здесь у нас очень красивое здание, построенное. И я, конечно, это имя никогда не выучил бы, если бы отдельно его не записал. Да, это особняк гильзи Вандерпальца. Генри Генрович, гильзи Вандерпальц. Дело в том, что здесь когда-то, уже перед самой революцией, было в консульство Нидерландов, которое потом съехало отсюда, и, соответственно, сейчас тут у нас находится военный комиссариат. А это вот такой вот прямо очень помпезный. Ну, там есть даты постройки, мы можем их видеть, 1901-1902, там вот на фронтоне. А вот это здание абсолютно неприметное, да? Здесь я ходил на военную кафедру, когда учился в Бонче. Тут мы учили азбуку Морзе. Вот я в одном выпуске говорил уже про Бонч Брюевича, родненького, именем которого был назван мой родной вуз. Морзянка учится напевами. То есть, пейте петушок, куда пошла. Мне лучше всего давалась цифра 3, потому что она идеально ложилась на песню группы Prodigy. I got a poison. Где-то 6. Я же и не помню, какая это цифра. Вот так вот я активно... Ну, блин, где она, эта морзянка, вам сейчас может пригодиться в данном случае, да? Ну, а тем не менее, здесь стоит очень такая интересная аппаратура. Нам рассказывали, в наше время такого уже не было. Нам рассказали, что до этого бабушки ругались в окрестных домах, что у них телевизорем матом орут. А это шла, соответственно, тренировка из канала в канал. Здесь внутри. То есть, видите, здание, оно единое, но все, все окна белые металлопластиковые. То есть, если посмотреть, так можно и не брать внимания, никакой вывески здесь нету, да? Тем не менее, как бы вот это намекает. И здесь есть еще один очень красивый особняк. Вот этот вот. Это уже Александр Карпович Пампель. Член правления общества от морского речного и сухопустного страхования, русский Ллойд. Значит, в семье вот этих Пампелей, это, кстати, между прочим, мой любимый Виктор Шрёдер построил этот особняк. Причем, видите, тут такие сисястые кариатитки стоят. Вот, 1880 год. Это уже такой, ну, финальная стадия. Ну, в 80-м начало, в 81-м закончилось. Финальная стадия творческого пути Виктора Шрёдера. У этого Пампеля в семье служил некто Михаил Врубель, художник. Вот из воспоминаний. Жил как родной. Зимой ездил с ними в оперу, летом переселялся со всеми на дачу в Петерго. В Пампеле ни в чем себе не отказывали. Все у них было не похоже на строгий скромный уклад в семье самого Врубеля. Дом был полной чашей, даже в излишнем буквальном смысле. Именно у Пампеля обнаружились во Врубеле впервые склонность к вину, в котором здесь никогда не было недостатка. Именно семья Пампелий, склонная к эстетству и богемной жизни, стала пощать художественные занятия Врубеля и его дендизм. Соответственно, в этом доме у Врубеля проявились и окончательно стали развиваться какие-то художественные данные. Но что самое главное, что вот эти люди, они ему дали зеленый свет своим благословением и даже деньгами. Ну и венца подливали. Это у нас дом, видите, там вот над балконом А, А с короной. Это А с короной намекает нам, мы сюда идем, на имя Алексей, потому что это запасной дворец великого князя Алексея Александровича служебный. Ну потому что вы когда великий князь и живете в отдельном дворце, вам же надо где-то челюсть вашу хранить. Соответственно, для этих целей существует отдельное помещение. И вот это вот здание, вот оно опять-таки большое, дородное. То есть, казалось бы, у тебя уже есть отдельный дворец, мы там будем финишировать. Это все, кстати, архитектор Мисс Махер построил. Но тебе же нужен еще гараж. Гараж, гараж. Сегодня мне дашь. Или это не такая песня была? Нет? Тут у нас тоже находится военный комиссариат, но вот если мы посмотрим на эти окна... Смотри, какие пусечки! Ну я просто не могу, я их обожаю. Вот такие вот, они идут, зайки мои. Да-да, герой Петербурга. Все как надо. Носочки, клетчатые бриджики. Все, все как мы любим. Значит, как бы ничего не намекает, но приглядимся внимательно сюда и сюда. Ну и, соответственно, на каждом окнах. Это у нас каретный сарай. Ну и, соответственно, наверху квартиры тех, кто обслуживал выезд великого князя Алексея Александровича. Значит, великий князь Алексей Александрович, он был... Я хочу сказать, что у меня обо всем этом есть отдельные лекции. У меня есть лекции и про спиритизм в доме Романовых. У меня есть лекции и про великого князя Константина Николаевича. У меня есть лекции и про Никки Малечку. И у меня есть лекции и про Алексея Александровича. Ну как лекции. Не такие прямо, знаете, сегодня я вам расскажу про... И так далее. При том, что именно под этими лекциями меня очень сильно обвиняют в том, что я такой очень антимонархичный совок. А под другими меня обвиняют в том, что я антисоветский и хрустобулочник. Учитесь, друзья мои, как можно служить сразу всем. Как можно быть и агентом СВРУ, и агентом Путина. Это, кстати, дом служебных квартир для, собственно, непосредственно адмиралтейства. И когда Алексей Александрович... Значит, замес в следующем. Константин Николаевич, дядя Александра Третьего, он был, ну как бы сейчас сказали, морским министром. И, ну, помимо того, что он был там наместник царско-польского и все такое прочее. И параллельно с этим он очень сошелся с Долгоруковой, любовницей, а потом будущей морганатической женой Александра Второго. Естественно, Александр Третьего не любил за это. И плюс он не любил его за его либерализм. Дядя Коко, как его называли в семье, он был довольно высокомерный. И его называли мраморным бюстом. Поэтому, когда Александр Третьего пришел к власти, первое, что он сделал относительно великого гнязя Константина Николаевича, он его уволил к чертовой бабушке. И был, соответственно, вопрос, кого поставить на место. Великий гнязь Алексей Александрович, его брат младший, он до этого уже проявил себя как такой морской волк. Ну, во-первых, он плавал в такое кругосветное плавание, ну, полукругосветное плавание на корабле Александр Невский. И более того, он терпел на нем кораблекрушение и проявил себя довольно достойно. Они наскочили на мель. Ну и, соответственно, его поставили возглавлять морское министерство. Ну и где ему было строить дворец, как, собственно, не напротив до сих пор фунциклирующих адмиралтейских верфей. Тебе нравится, мой красный свет? Мой пупсик. Ой, пересмотрел тот фильм Доберман. Прекраснейший. Моника Белучи-Ван Лав, Винсент Касселли. Вот как раз на французском языке. И он заказывает Мисс Махеру вот этот дворец в таком стиле Людовика XVI. Сейчас мы из-за решетки увидим. Но была проблема. Алексей Александрович, он, конечно, был очень... Он был очень такой добрейший человек. Очень компанейский. Но он не любил, как бы, заниматься своими делами. То есть, на самом деле, не он ходил на работу, а работа к нему ходила. То есть, у него здесь, во дворце, происходили заседания всех необходимых, соответственно, служащих, во время которых он любил рассказывать про вот эту катастрофу. И Сандро, великий князь, вспоминал, что каждый раз, когда дядя Любо Брумель, как он его называл, Брумель это Брамел, это один из первых дэнди английских, И когда он вспоминал про то, как он, значит, вел себя в этой ситуации, и в какой-то момент он ударял кулаком о стол и кричал свою коронную фразу, он старательно отодвигался от стола, чтобы на него, как бы, ничего не попало. Да, значит, здесь у нас есть, на самом деле, портрет, во-первых, архитектора. Вот Максимилиан Мисмахер. Здесь у нас есть вот картинки, по которым вы можете судить вообще, какая там обстановка, да, вот дорогущий паркет, вот эта вот отделка. А здесь у нас есть непосредственно портрет самого Алексея Александровича. И вот, например, дубовая отделка. Его называли князь Сусимский, семь пудов августейшего мяса. А почему? А потому что он, вот видите, там у нас тоже вот та самая А. Ну и вот здесь, на самом деле, можно угадать его унициалы. А потому что он к казне морского ведомства относился как к своей собственной и распоряжался ею на собственное усмотрение. Плюс он очень любил французских балерин. Плюс он жил открыто с Зинкой Скобелевой, родной сестрой генерала Скобелева. А она была замужем как раз за Евгением Лехтенбергским, одним из сыновей Марии Николаевны. Поговаривали, что иногда в порыве страсти Алексей выкидывает этого Евгения в окно. И очень часто можно было наблюдать, как они прям втроем путешествуют. Люминаша Туайт называлась, да, и вот едет в двух каретах, например, впереди. Значит, это вот Евгений вечно пьяный, а за ним открыто Алексей со своей Зинкой. Но Зинка умерла от алкоголя, ну, от осложнений от алкоголя. И Алексей Александрович не остался без дел. Он очень любил Парижскую Ривьеру. Он когда приезжал, он снимал там сразу весь ресторан. В Монте-Карло его обожали, потому что на рулетке он спускал деньги. В общем, говорили, что дамы Парижа нам год стоит по броненосцу. И пока вот сними замечательную ограду, я сейчас достану еще одну книжку. Все того же мерзкого автора. Значит, все вот как-то шло само собой. Были колоссальные растраты в морском ведомстве. Естественно, находились стрелочников, на которых все перекидывали. У него была такая любовница, балерина Балетар. И есть разные версии, как там это все происходило. По одной из версий, когда она вышла в жерелье, все стали кричать на сцену. Вот они, наши броненосцы. По другой версии, она вышла в таком, из рубинов, красный крест на себе носила. Он как раз в красный крест запускал свои руки, Алексей Александрович. Отдать должное ему надо в том, что он был против посылки эскадры на Дальний Восток. Но он не настоял особенно на этом. И поэтому в какой-то момент он проснулся от того, откуда он, князь Сусимский. Была такая байка в городе, что Николай II его вызвал и сказал, лучше бы ты, дядя, воровал в два раза больше, да броню у броненосцев делал в два раза толще. Ну и в итоге Алексей Александрович подал в отставку. При том, что до этого пытались на Николая II давить. И вот и Сандро, и вот один из любовников и несоставившихся мужей, Матильда Кшистинской, великий князь Михайлович. Я уже сам забываю, как их зовут. Сергей Михайлович, Сергей Михайлович. Да, но Никий отвечал, но ведь дядя будет так кричать на меня, как я могу его уволить. Прирожденный HR-менеджер был Николай II, конечно же, да. То есть вот Александр III вообще своего дядю Константина Николаевича спихнул в раз. То есть даже не думал. А вот у Никии не было вот этих яиц его отца, из-за чего, собственно, и все эти проблемы в дальнейшем. И почему вся эта монархическая система абсолютно неэффективна, по сути. И в итоге дядя попросился в отставку, его уволили. Он благостно улетел сразу же во Францию. Когда он умер, вскрыли его, то выяснилось, что печень вообще как бы при жизни начала разлагаться, легкие дырявые. Он был первым, кого похоронили в новой великокняжеской усыпальнице, да, возле Петропавловского собора, построенной. И в результате вот эта самая русско-турецкая война, фу ты, блин, русско-японская война, в которой мы потерпели сокрушительное поражение во многом благодаря ему в том числе, она, нельзя сказать, что она стала тотальным проигрышем по части, там, потери земель и так далее. Мы потеряли только пол Сахалина. Но вот в качестве удара имиджевого это был, конечно, колоссальный расчет. И у меня вот есть книжка, где это все отображено. Тут есть, например, вот картинки японские. Вот это вот, видите, Николай II, да, со своей супругой. Так вот японцы их представляли. Там генерал Куропаткин где-то мелькает. А есть огромное количество иллюстраций еще американских из журнала ПАК. Ну вот, например, видите, приветствуют Нептун победоносную японскую армию. То есть это вам говорит о том, на чьей стороне были симпатии людей и почему они были на стороне. Вот любимая иллюстрация. Это японская. Да, вот так вот они относились ко всему этому. Почему симпатии вдруг оказались на стороне японцев? Вот, видите, это весь мир осуждает цивилизованную Россию. Вот она, естественно, водка. Это он гонится за маленькой осой в виде Японии. Почему так? Вот здесь очень активно описывается. Потому что Япония смогла выстроить довольно грамотную пиар-стратегию. Послала двух пиар-агентов в Англию и в США. И как это происходило, здесь описано. И только уже в Портмуте, во многом благодаря, кстати, здесь есть такая чудесная фотография, я сейчас найду. Во многом благодаря, вот смотрите, вот этому человеку, его зовут Сергей Ильич Витте. Это Витте, это, собственно, Розен. Это Рузвельт, который выступал в качестве, ну, такого партнера. Это Камура, это Токахира. Значит, просто обратите внимание на Камуру, это главный представитель японской делегации, и на Витте. Он ему в грудь, ну, не в пупок, но в грудь дышал, да? Только во многом благодаря, конечно, усилиям Витты и в данном случае бараньи непреклонностью Николая Второго мы смогли потерять только пол Соколина и все. Вот. Но вот эта история, понимаете, она говорит о многом вообще системе вот этой семьи Романовых и так далее. Ведь когда вы смотрите на этот дворец, и когда какая-нибудь восторженная тетенька вам начнет рассказывать про великого князя Алексея Александровича, то, что пятое-десятое, да, и про Майс Мисмахер, Мисмахер великий архитектор, без базара. Но самой сути вы, может быть, и не услышите. А ведь это яркое свидетельство того, почему случился 17-й год. И не в октябре даже, а сначала, в феврале. В феврале, в том самом феврале, после которого даже Александр Блок стал сотрудником чрезвычайной комиссии. Ну вот, собственно, да, это, наверное, да, все, что я вам хотел рассказать. Значит, вот эти все книжки, их можно купить как у меня на сайте, так и, соответственно, после экскурсии. Смотрите, экскурсии идут активно, сейчас вот по 4 в неделю. Анонсы есть вот там внизу, но прежде чем я с вами расстанусь, будет маленький сюрприз, потому что мы же говорим о блоке. Мы говорим о блоке. На всякий случай хочу предупредить, что с 7 по 23 сентября экскурсии не будет «Я улющу в Крым». После этого они продолжатся, и в октябре, наконец, случится заезд в Москву долгожданный, так что следите за анонсами. Но я действительно неоднократно говорил, что блок – рок-звезда серверного века, и хочу вам представить песню, музыку, на слова которой я написал еще лет 25 назад. И под такой меланхоличный видеоряд, снятый в «Сестрорецке», который мне очень сильно напоминает фильм «За облаками» Антониони. Вы можете ее прослушать, а если она вам понравится, то в любой системе, к которой вы привыкли, набираете «Оса незнакомка» и слушаете или качаете ее. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. В долине над пылью переулочной, над скокой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. Каждый вечер зашла к баумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский виск, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и благодетелькой и таинственной, как я смирен и оглушен. Рядом из соседних столиков лаги и сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов и вина беретес кричат. И каждый вечер в час назначенный, и лето только снится мне, девичий стан шелком и сваченный, в туманном движется окне. Ты медленно пройдешь пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И древними бомберями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странный был за стиль закованный, смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, дечет и солнце вручено, и всей души моей излучены, бронзило тяпкое вино. Теперь осталось все склоненные, в моем качаются мозгу, и очи синие бездомные цветут на дальнем берегу. Моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище, я знаю истина вине. На этом все. Комментарии. Приходите, пишите, гуляйте по городу. У вас теперь огромное количество видеомаршрутов и от меня, будет еще больше. Можете прямо лично прокладывать их и гулять. С вами был гид Павел Перец. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok